Многие люди сейчас заинтересованы в возрождении культуры. Как вы считаете, нужно ли это? Кто хочет возродить культуру, тот хочет быть здоровым, красивым и веселым. Потому что культура дает основные эти качества. А кому нравится серость будней, может жить и без культуры? Самое важное, да, что культура в первую очередь связана с внутренней атрибутикой. Это правильное питание, правильный распорядок дня, правильное мышление, а не только внешне, как нам пытаются это показать, очень часто, как сказать, в обществе, в социуме. Соответственно, нужно концентрироваться больше на внутреннем, чем на внешнем. А как возродить культуру? Что нужно делать? Чтобы возродить культуру, первое, что надо сделать, чтобы в каждом городе появились славянские вечерки, на которых люди разучивают танцы, игры, хороводы, песни. Это запускает первоначальный импульс живой, жизненной радости, жизненной силой. И когда уже люди растанцевались, расхороводились, в молодецких забавах поучаствовались, им надо уже глубже копать, изучать язык, традиции, обряды. Вот это вот естественный путь. И когда вот эти клубы, танцевальные у нас появятся везде, и народные клубы, начнется настоящее возрождение, а не только сидеть и книжки читать. Я не совсем соглашусь с предыдущим оратором. Дело в том, что можно, конечно, плясать, можно танцевать, но до тех пор, пока у нас внутри отравленный мир, и мы пьем грязную воду, думаем плохие мысли в связи с тем, что у нас есть куча страхов, каких-то ограничений с раннего детства от наших родителей, которые пережили войну, которые пережили репрессии, дедушки с бабушками, революции. Соответственно, если мы эти страхи не убираем, ни о какой чистоте сознания мы не можем говорить, все будет внешней атрибутикой, оно будет просто поддерживаться на каком-то уровне. Но, на мой взгляд, основным параметром, что должно быть именно номер один в славянской культуре, это культура избавления от внутренних страхов. Это очень важно. То есть, это то, что делал, допустим, товарищ Сталин, да, это массовые прыжки с парашютом, да, это большое количество людей, которые уезжали там в Сибирь, оторвались от маминой сиськи, да, и ехали строить там бамы, ехали строить какие-то великие сооружения, они менялись сознанием, они преодолевали свои страхи, то есть должна быть культура преодоления страхов. На нее потом наложится то, о чем говорит Иван-Царевич, это будет естественно. Пока нет культуры побеждения страхов, внешняя культура, она носит атрибутический символ. Но мать Тереза говорила, не против войны, а за мир, не против избавления от страхов, а за радость. Фокус внимания очень важен, то есть лучше фокусироваться на играх, радостях, на вот этой позитивной нотке. Это очень важно, тоже мой жизненный ноток показывает. У страха что право тебе положено? Любовь. Нет любви, есть страх. Да? Есть любовь, нет страха. Все согласны с этим? Просто? Да. И вот культура народная, это и есть культура любви. То есть вы же знаете, что наши предки, они были в любовных отношениях очень разных, согласны? То есть и более теплые отношения, и любовь. Заметьте, вот как мужчины и женщины друг друга называли. Ладушка, свет моей души, свет моих очей, соколик ты мой, а щас, медвежонок ты мой, зайчик. Это что это? Деградация на лицо. И наши предки, которые развивали именно культуру любви, ключевая тема. И вот этой любовью освещали все страхи, конечно же. Поэтому в народной культуре есть и такие обряды кресения, очищение от страхов, от боли. Вот. Потом даже танцы, когда ты танцуешь, из тебя вытряхивается боль. Боль, она же как? Которая внутри находится, в душе там или где-то еще, в тонких структурах. Эта боль всегда проявляется как мышечный зажим. Все согласны? То есть мышечный зажим. А когда ты танцуешь, у тебя вот протряхиваются мышцы, зажим уходит. И с ней уходит и боль, и страх. Поэтому культура любви, это есть народная культура. Через танцы, игры, хороводы происходит очень сильное исцеление, в том числе и от страхов. Но вот эта тема, что Олег поднял, она очень важная, действительно. Потому что наследство от прошлого каждому из нас, даже и нам двоим. Досталась куча страхов. И вот действительно, сейчас вот настал момент заглянуть в глубины своего вот этого подсознания. Потому что эти страхи затаились, нам кажется, что их нету, а они есть, да? Как в анекдоте. Что надо в глубину вот эту копнуть и страхи эти достать. И просветить их любовью. Только так начнется правильное развитие. Здесь просто есть очень интересный момент. То, что ты сказала. Заключается этот момент в том, что каждый человек, когда он проходит определенное психическое состояние, у него есть точка невозврата. Так вот, приближаясь к этой точке невозврата, у каждого увеличивается желание дать заднюю. Да, то есть у нас ум, он энергичен, он защищает то, как мы думаем. И вот умение, наработка, прохождение этой точки невозврата, если вы это научитесь делать, да, вы сможете радоваться практически постоянно. Я просто вот, находясь здесь, вижу очень интересное такое наблюдение мое, может, личное, что люди радуются, пока идут практики, да, а потом становятся снова грустными. И это очень часто, ну, то есть это очень большого количества людей я наблюдаю, это очень большая проблема. Потому что если ты там радовался, ну, ты должен в обычном состоянии радоваться, ну, чуть меньше, но все равно радоваться. А люди становятся обычными, грустными. Почему? Ты энергию набираешь, 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 точку невозврата не прошел, тебя назад откатывает, 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 и все. А ум еще говорит, да, не надо, это ерундой заниматься, эти практики не помогут, и культура, и там, все. Раньше, помню, практически все были в славянских одеждах на старых фестивалях, сейчас немножко меньше людей. Вот, то есть почему? Идет из-за вот этой точки разочарования. И вот ваше умение проходить это, это вот, это высший пилотаж. Я не говорю, что это единственный путь. Но если вы научитесь проходить эту точку невозврата, это высший пилотаж, возрождение вашей внутренней, соответственно, внешней культуры. Потому что в славянском платье, если вы пойдете где-нибудь в большом городе, для этого надо иметь что? Смелость. Мужа. Смелость, когда на тебя пальцем показывают, правда? Они не показывают, они смотрят, кстати. И посылают кучу позитива и любви. В последнее время очень доброжелательно смотрят. С интересом я часто езжу, потому что я не буду с проводами. Я обратил внимание, что раньше так вот, а последний год уже прям очень позитивно смотрят. Ну вот, меняется, не зря. Вот исходя из этого, следующий вопрос. Как нам возрождать культуру нашу? Вот сейчас такая интересная ситуация, что с 2012 года такая волна пошла мощная. Она, может, и чуть-чуть раньше началась, но в это время особенно. И правильного питания, сыроедения, родовых поместья, славянской культуры. Вот люди жили обычной жизнью, да? И тут раз, вот это новое знание, которое полностью тебя меняет. А у тебя, и у каждого из нас еще внутри такой багаж этих страхов, обид, разочарований. И заметьте, это не только еще с этой жизни, с детства там. Не только даже, кстати, с зачатия еще, с беременности матери они кормят. Да? Копятся. А еще с прошлой жизни. И вот этот вот груз недоработанных вещей, ты когда с этим грузом входишь, хоть в сыроедение, хоть в родовое поместье, хоть вообще в любое движение, ты в нем разочаруешься, потому что этот груз тебя бах, и вниз опять тянет. Поэтому вот этот вопрос очищения, то, что Анастасия говорила, чистота помыслов, чистота души. Как говорится, многие слышали звон, да не знаю, где он. Если не ту пару выбрал, то в городе еще кое-как можно жить, а в поместье это очень сильно показывается, та или не та. Ну, то есть там более сильно, на земле все более сильно. Энергия природы. Если ты в городе был Косяковый человек, а ты в родовое поместье приехал, а твоя Косяковость еще в 10 раз усилилась. Конечно, тебе жизнь, ты разочаровался в идее родовых поместьй, потому что ты ничего не понял. Ну, ты не созрел, да, тема? Поэтому вот это имеет тема созревания, совершеннолетия, самодержавая все на эст. И когда ты уже самодержавный такой человек, созревший, ты вот вступаешь в любую идею, и мне есть целостность, и у тебя получается. И с сыроедением получится, есть такие люди. И с родовыми поместьями получится, и есть такие люди. И с народной культурой славянской все получится. Как возрождать культуру? Сам механизм возрождения – это что? Культура – это не насилие, мы должны это четко понимать, да? Наша культура, славянская культура, она какая? Она кайфовая, она классная, она радостная, да? Она – это культура чего? Это культура создания радости. Что такое культура? Это повторяющийся механизм создания радости. Это когда человек живет и наслаждается. Но от чего мы не можем наслаждаться, вот по точке невозврата? Что такое точка невозврата? Очень многие люди не умеют наслаждаться от перемен. Почему? Потому что ум привык себя считать каким-то, да? Жить в каком-то мире. Почему я говорю ум? Это набор программ у нас в голове. И когда мы… Эх, эй, классно! Давайте строить родовые поместья. Но когда ты понимаешь, что ради родового поместья придется там продать свою квартиру в городе, возможно, да? Получите деревья, справочник, лошадный дизайн, изучите. Да, то есть учиться тебе надо будет. Тебе придется поменять там свой какой-нибудь, я не знаю, Лексус на какой-нибудь УАЗик, потому что у тебя в поместье машины нету. Да, то есть механизм… Вон люди из-за стекол высматривают. Пусть ему… Да, открывайте. Механизм изменения болезненный. С чем его сравнить? Вот в Сочи есть скайпарк Тарзанка. 210 метров над пропастью. Вот ты выходишь, и пока тебя не застегнули, и ты туда не подошел, тебе нормально, ты улыбаешься, все хорошо, классно, давайте прыгать, все классно. Но как только ты встал туда, это пипец. Все, все твое нутро, все твои страхи, мамы, бабушки, прабабушки, там, все начинают у тебя в голове визжать, что у тебя будут соскребаться вот этих вот камней, которые там внизу. Они тебе покажут картинки, кто это будет делать, как это будут делать, да. То же самое происходит с нами каждый раз, когда мы решаем безвозвратно поменять свою жизнь. Каждый раз, каждый раз, когда вы собираетесь историю превратить в быль, да, то есть у нас что в психологии? Мысль, слово, действие. Вот мы на уровне слова, большинство и зависает из-за неумения проходить вот эту точку невозврата.